Ирина Белачеву показывает справку от Украинской миграционной службы. Рассмотреть ее просьбу о предоставлении убежища власти должны были за полгода, но прошло уже полтора, а срок рассмотрения все продлевают. Неудобно для устройства на работу. Когда приходишь на работу, то у меня только справка, что я могу здесь находиться один месяц. Свободная школа сопротивления, которой руководит Ирина, это образовательный волонтерский проект. Одна из его целей — борьба с информационными войнами. Школу организовали в Москве, но теперь у нее есть площадка и в Киеве. На Украине Ирина читает лекции о политике, а еще с дочерью плетет маскировочные сетки для бойцов АТО. После нескольких задержаний на митингах в России Ирина поняла, жизнь там становится для нее слишком рискованной. На пикете мы как-то стояли с плакатом «Русские украинцы, братья». Около Жукова я стояла, а нет войне, так меня мужик один чуть не побил. То есть он хотел меня ударить, но вот стал шипеть в лицо, что была бы ты не женщина, я бы тебя побил. Там всякая нацпредательница. Екатерина Сергатского в прошлом гражданка России. Получила украинский паспорт из рук Петра Порошенко. Однако ее случай скорее исключение. Хотя президент и обещал упростить предоставление статуса беженца, в реальности помощи нет. Многие мои знакомые из числа тех оппозиционеров, которые не дают статус беженца, они активно призывают людей из России не приезжать в Украину. За прошлый год почти 90 россиян обратились за статусом беженца в украинскую миграционную службу. Положительный ответ получили только семеро. Среди них Дмитрий Шипилов. В России его приговорили почти к году из правительных работ за публикацию в блоге. По его словам, многие просители убежища приехали по собственной воле. И называть их беженцами нельзя. Они хотят исключительно из любви к Украине что-то получить. Это не тот статус. Он не дается за совокупность заслуг. Моя история не является никаким образом показательной. То, что получилось у меня, это не значит, что получится у кого-то. Ну, и все опять сводится к одному, да? То есть, все нужно подтверждать документами. Я это повторяю с лета. Ирина Белачева обещает, что если ей будет отказана в статусе беженца, она будет обращаться в суд. Возвращаться в Россию она по-прежнему не хочет. Ирина Белачева обещает.